Казалось бы, обычное заседание Уссурийского совета ветеранов, но в этот раз члены объединения собрались по особому поводу. Честово от тех, кто в детские годы попал в немецкий плен и смог выжить в страшных условиях. Таких бывших малолетних узников в Уссурийске 15. Очевидцы жутких событий поделились воспоминаниями, которые не потускнели за много десятков лет. Приняли первые бомбы на нашей территории от врага. После этого в Германию перенесли рабство немецкое. И в конце войны тоже мы попали в те же бомбы наших союзников, потому что мы чудом выжившие дети. Пять миллионов детей испытали на себе рабское унижение, медицинские эксперименты, которые нередко приводили к смерти. Не секрет, что и питались узники тем, что мало походит на продукты. Гнилые овощи и тухлая вода считались нормой. Здоровье и внимание со стороны родных и близких. А мы, в свою очередь, орган местного самоуправления, будем стараться сделать все возможное, что зависит от нас, для того, чтобы эта категория, в том числе людей, жила как можно лучше и как можно дольше. В торжественной обстановке девяти бывшим малолетним узникам лагерей вручили общественную награду – памятный знак «Непокоренные». События приурочили к дню начала Великой Отечественной войны. А в канун окончания Второй мировой в Совете ветеранов пройдет еще одна встреча, где такие же знаки вручат еще шести уссурийцам. Анна Клыга, Алексей Шаповалов, Телемикс.